Учился в Академии Афганской войны. В Академии Кронзе, в Афганской войне, стоит тренажер. Стоял в мире 23. Продолжается война. Про вертолетчику спели, про танкиста спели. Забыли самое главное. Матушку пехоту, царицу поля. Самые большие, самые потери везде. Но в мире, я не помню, сколько веков, по-моему, со времен Рима. А в международном праве есть. Территория считается отбитой, захваченной, завоеванной. Только тогда, когда не наступает нога пехотинца. В международном праве такое есть. Ни танки, ни самолеты, пехотинец. Соскочил с танки, а там, понимаешь, все, земля моя. Все право. Хотя это было при Советском Союзе. Сейчас не знаю. Сейчас другие законы. Но не важно. Пехота. Рейтинг называется. Песня. Пехота лезет в горы. То есть, она часть летит, а потом лезет куда-то. Неизвестность. Песня называется «Афганское постарали». А это вот постарали такие лубошные картинки. Где-то в 17 веке появились. Ну, лужок, пастушок там. Пастушка где-то бегает в коротенькой любчонке. Пастушок на дуточке играет, овечки трапку щипят. Божья благодать. Вот такая бывает Божья благодать, когда в курилке сидят ребята. И говорит, ты ни о чем не хочешь. Анекдоты, рассказы. Весело. Может быть, через 10 минут команда и полезно неизвестно. Но такие моменты и есть. Ну, помните картину? Василий Тютеркин на привале, да? Все веселые, один с гармошкой. Все там радостные. Конечно, передешек. Значит, с ума сойдешь. Воевать без конца тяжело. Но 15 минут. А кто-то поспит. Дальше топать без сна и без привала. Так что называется еще маршрут судьбы. Песня. Солиться полей, матушке, хоть посвящаться. На востоке области туман. Горы занавешаны туман. По горам плетется караван. Нам с тобой идти за караван. Но пока на базе мы сидим. Курим в ожидании командира. Горький военторговский Памир. Утре горе горного Памира. Где на маршрутах судьбы верстовые столбы. Не укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы. И никто ни за что им ответит. Так генералу вызван командир. Уточнять маршруты и задачи. А мы сидим, глядим на этот мир. Где маршрут пока не обозначен. Вот такая. Братцы постарались. На войне бывают постарались. Занесло ребят в такую даль. Где они отроду не бывали. Где на маршруте судьбы верстовые столбы. Не укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы. И никто ни за что не в ответе. Вышел озадаченный комбат. Увеличить требует БКшки. Орлам что в воздухе кружат. С высоты кажется букашкой. Орлы добычу стерегут. Им орлам плевать на вертолеты. Ночные турбины скоро заревут. И поднимут в небо нашу роту. Где на маршрутах судьбы верстовые столбы. Не укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы. И никто ни за что не в ответе. И внизу раскинет, раскинутся поля. Стеганым, лоскутным одеялом. Скудная, но все-таки земля. Лучше, чем снега за перевалом. Нас вертушки высадят. Уйдут, прогудев, натужены винтами. И ребята станут на маршрут. Точка где-то там, под облаками. И на маршруте судьбы верстовые столбы. Не укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы. И никто ни за что не в ответе. На маршруте судьбы только горы и мы. И никто ни за что не в ответе. Тоже неожиданная штука. Вот там, где мы были. Дождьи-то, конечно, бывают. Но ни в декабре, ни в ноябре. Там до минус 20, да, в ноябре уже бывают. А днем плюс 20. Хочешь спать, ложись. Хочешь, песня поймать. А тут, на колонне, в общем-то. Первое, что меня очень удивило. Ну, сейчас. Называется «Дождь горах Алгана». Дождь идет в горах Алгана. Это странно, очень странно. Мы давно уже отворили. Дождь идет в горах Алгана. На колонне каравана. Словно строчки из Корана. Струйки тянутся с небес. Дождь стучит по горным склонам. По машинам, по погонам. И шипит на раскаленном, Утомленном макарес. Дождь стучит по горным склонам. По машинам, по погонам. И шипит на раскаленном, И шипит на раскаленном, Утомленном макарес. И шипит на раскаленном, И шипит на раскалённом, Утомленном макарес. На залатанной броне Дождь идет в горах Афгана Пересохшим речком магна Он, конечно, он, конечно Ни российский, ни рыбной Местный бог от взрывов злея Из созвездия водолея На войну обрушил дождик Этот дождик пролюной Местный бог от взрывов злея Из созвездия водолея На войну обрушил дождик Этот дождик пролюной Дождь идет в горах Афгана Это странно, очень странно Мы давно уже отвыкли Отопили я воды И дождем, поставив лица Все пытаются отмыться От жары в столетней пыли Серой пыли и беды И дождем, поставив лица Все пытаются отмыться От жары старей пыли Серой пыли и беды Серой пыли и беды Серой пыли и беды Эту песню После Афганистана Вернее, между заездом в Афганистан Где-то в 85-м, 86-м, 87-м годах У Афганцев не было своего дня Ни начала, ни конца войны Ничего И они надевали ордена, какие есть Форму И выходили на 9 мая Пытались встать в колонну С ветеранами отечественной войны С детьми там куда-то шли И была странная вещь Даже батя мой, который люблю и уважаю Светлой памяти Начнула, да, это развивается война Вот у нас война, конечно Великая отечественная война Или война за интересы государства В чужой стране Ну, короче, до драка ходила И тогда я такую песню написал Вот выступаю, я увидел Все сидят в орденах Афганцы Ну, а песня написана Я не понял, как она будет Ну, не важно Все ветераны Афганистана Кто на дни Вот наш Одевает ордена По праву заслуженные Ну, краса везде одна Цвет крови Рубина Тоже самое И Как я сам писал в песне Мне действительно говорил Компания Двух разных войны Всех войны Единный суть Что ни говори А мы с тобой, товарищ Пороху понюхали тогда Сквозь огонь поет И дым пожаришь Нас вела завертная звезда Что ни говори А мы пройти сумели Все, что нам отмерила война И не зря сегодня мы надели Наши боевые ордена Что ни говори А мы пройти сумели Все, что нам отметила война И не зря сегодня мы надели Наши боевые ордена Что ни говори А мы умеем верить в дружбу закаленной в огне И без слез оплакивать потери Что же на войне, как на войне Что ни говори Но мы сильны, как прежде Верностью и честью фронтовой Верностью дороги и надежде Честью перед памятью святой Что ни говори А мы сильны, как прежде Верностью и честью фронтовой Верностью дороги и надежде Честью перед памятью святой Что ни говори А мы с тобой, товарищ Пороху понюхали тогда Сквозь огонь боев И дым пожарищ Нас лила заветная звезда Что ни говори А мы пройти сумели Все, что нам отметила война И не зря сегодня мы надели Наши боевые ордена Еще не успели Всю войну не описать Без водителей Без водителей Которые крутили баранку Ездили или штурвал На БМПшке Либо тоже баранку на БТМ Эти Там Написано про танкисту Но про водителей А ведь трассы жизни Это водители Прежде всего Они горели Никак Зарвались на минах И мало чего Они Извинят меня ВДВ По-моему Снабжение Гораздо важнее Чем прыжки с парашютом Поэтому И для меня Значит Вот такая песня Она посвящена Моему другу Водителю Сергею Кузнецову Который водителем Был в Афганистане И значит Вот такая песня И всем водителям Перевалы лощины То засады То мины Загнанный Дышит мотор Раскаленные ветры И ползут километры И ползут километры Среди серых Пылающих гор Под колесами Камень Не шути с тормозами Ты ведь все же КамАЗ А не танк Раньше в этой кабине Ездил Пашка Вершинин А не выпустил Пашку Салан Раньше в этой кабине Ездил Пашка Вершинин А не выпустил Пашку Салан Где настолько с тобою Не мотало войною Мой пропадший Солярка и собрат На восток По востоку Мы мотаем дорогу На израильной пулями Скат На восток По востоку Мы мотаем дорогу На израильной пулями Скат Мы в людьми В переделках Не дорожай В коленках Выценили Отчаянный риск Нет ни бога Ни черта Только сдавит аорту Промелькнувший В пыли Обелис Нет ни бога Ни черта Только сдавит аорту Он за тем поворотом непонятное что-то стягнула по скалам картечь, но не выдай, родимый нам еще для любимой, надо жизнь и надежду сберечь. Он за тем поворотом охлебал, нас цветами встречали и фугасами рвали, было дело, хлебнули чудес, ковыляет бетонка, то гордес, то зеленка, то зеленка, то снова гордес. Перевалы лощины, то засады, то мины, словно загнанный дышит мотор, раскаленные ветры и ползут километры среди северных. Тонающий гор, раскаленные ветры и ползут километры среди авганских стреляющих. Я мало чего переделал, но я осознаю, что это песня, любимая песня. Значит, она называется на самом деле «Хорошая песня». По-моему, Итесов пел давно, после войны я слушал «Госконца» на трофейном патефоне. Она называется «Песня фронтового шофера». Но ведь есть такие песни, неважно где написаны, а главное про то, как про солдатский труд тяжелый на любой войне. Так что вот такая песня. Она просто не претендует. Через перевалы и долины, сквозь огонь снарядов и гранат, Мы вели колонны вдоль по горным склонам, А от кундуза и на фаизобатах под дороги Афганистана. Сквозь огонь и засады душманов, А помирать нам рановато, Есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, Есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, Есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, Есть у нас еще дома дела. А может быть в союзе неким лиц, Эти песни будут невдомек, Но не позабудем, Если живы будем, Мы афганских выжженных дорог. Как путь дороги Афганистана, Не страшны нам засады душманов, Ведь помирать нам рановато, Есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, Есть у нас еще дома дела. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Потом был вывод. Мне повезло, Я считаю, очень здорово. Я вместе со всеми дошел До Харатона, А потом 15 минут 1-го, 6-го, 0-0-15, 6-го февраля Оказался в нашей стране. Долго не пропускали. Хотя шифровка была дана, Оказывается, я лишь к статистике, На такой рвангелодинке, Что и особисты не хотели В нем особое дело вести. Но пересек, значит, И тогда, в 88-м году, И были написаны на вывод. Я не знал. Ну, с Юрстаковым, кстати, Вы знаете его, да? Однажды сидели в нем, Вы так сказали, правда, Вы пили черное сколько? Мигу 5 бутылок С тремя апельсинами. И, ну, совершенно такие вот Верстаков говорит, Игорь, Ну, эту войну начинали, Мы ее должны закончить. И, понимаете, Я присел в капуст на своем задании, И второй кого-то видел, Верстаков, он сидел, И там еще ребята Стали 103-го, 103-го полка. Так что, вот, В 89-м уже году, вот, Пойдя мы с ним и не сговаривали, Собственно, Говорим, что там, Такой разговор. Но не важно, Поэтому мне вот песни эти дорогие. Вот эта песня, Значит, Ильичок на следующий день Встречали кого, Но до грома было еще две недели почти. И он солгал, За его спиной не остались. Мотоманевренные группы, Несколько тысяч, Пограничники 100-километровые зоны ответственности. И, кстати, Горжусь тем, Что у меня охрана была, Пограничники. Немногим выдавали из них документы, Что они были в Афганистане. Ну что, За 200 километров от границы, Пограничники, Это международный скандал. Но их за всю войну в Афганистане Книгу выпустили специально. 520 человек. 520. Это только пограничников. Потому что каких-то 15 тысяч погибших, 13 тысяч может идти речь. Ну вот, значит, На выходе я написал три песни. Та война нам казалась вечной Девять долгих свинцовых лет, Автоматы, швырнув за плечи, Возвращается из-за речки Ограниченный контингент, Ограниченный контингент. Нас не встретит с салютом столица, Будут скупы там псы газет. Пыли пот, но усталых лица Возвращаются из-за границы Ограниченный контингент. Ограниченный контингент. Нам побед и потерь хватало, На войне привилегий нет. Ни солдату, ни генералу Воедина судьба связала Ограниченный контингент. Ограниченный контингент. Будет память тоской ранима, Но сегодня на грусть запрет. Вот колонны проходят мимо, Ограниченный контингент. Посмотри же в глаза, любимые, Ограниченный контингент. Ограниченный контингент. А война нам казалась вечной, Девять долгих сенцовых лет. Автоматы, швырнув за плечи, Возвращаются из-за речки Ограниченный контингент. Ограниченный контингент. Про спецслужбы нашего Афганистана, которые начинали. Писал Артем Боровик, я его знал хорошо, он при жизни погиб. Писал, что все затело КГБ, Андропов, затело КГБ, Андропов, затело взятие Кабула. 27 декабря, а там-то должны были справляться были ребятишки местные, афганские, блин, наш советник, конечно. Почему их учили столько лет? Ну, началась Гражданская война, где по сводкам обобщенному Афганистан потерялось с 40 миллионов половин. Ну, воронят, конечно. Понятно, но они там же приписки все эти. Три танка подбили, ну, дивизии, в доброту, дивизии, пеших, что подбили, 10. Ну, бы получилось так, по общим оценкам. Но, тем не менее, я свои впечатления не знаю, кто, как, где, город Файзабад, где-то, где-то. Десять границ сходятся, в неприличном месте, а рядом, ну, это еще мелочи. Вот центр ответственности, город Хундузи, где наш штаб располагался, он переводится с пушту, вонючий занятец, уж извините, не застрадал, но официально так и переводится. Но это Северный Париж для нас был, значит, Афайзабад, Афайзабад это, значит, вот первое впечатление. Значит, каскадеры нас называли потому, что были операции с 80-го года, пошли, значит, назвали каскад. Так, это оперативно-воисковые, значит, разведно-воисковые операции, раз, два, три, четыре каскада, значит, черт самый мощный, вот этот самый. Про своих коллег я уже не могу промолчать. Примерно всех было одно и то же, что и тот. На этих точках, кроме полка, крепость Бахарак, восточнее, только был я с командой, на самом востоке, там, четыре, заканчивался. Афайзабад, начинался Индия, Пакистан, Секлоу, но первое впечатление. Ну, каскадеры нас называли, там кто-то знал. Эх, куда же ты попал, каскадер, Что ни шаг здесь, то дувал, то забор. За дувалами ханун и дух тар, А над крышами солярный югар. И шаги орут с утра до темна, Им с мечети подрывает мула. И слоняются весь день рафики, От базары до кокчей реки. И слоняются весь день рафики, От базары до кокчей реки. Здесь, не ведая тревог и забот, В чиханечии гоняет народ. Рассуждает целый день, что почем, А душманы вроде им ни почем. А это что за чучело в паранже, Двух валов гоняет вдоль по беже. А эта женщина афганская мисс, Обрабатывает землю под рис. А у душ мальчиков по самочистке вид, Ободрать тебя любой норовит. Ах, дать бы в лоб ему, да только нельзя, Потому как революция. Автоматы заживели давно, Про войну мы видим только в кино. А из центра за приказом приказ Не пускать на операции нас. Ну, слава Богу, БТР на ходу, Да Майдона это совсем что в Киеве, Это совсем другое, это рапорт. Слава Богу, БТР на ходу, Да Майдона как-нибудь доведу. Вертолетчики, ребята свои, Не дадут загнуться мне от тоски. Их, куда же ты попал, каскадер, Что ни шаг здесь, то дувал, то забор, За дувалами ханом и дух тар, То есть все женщины за дувалом, А над крышами солярный угар, За дувалами ханом и дух тар, А над крышами солярный угар. С покорённых однажды Небесных вершин По ступеньям обугленно Нас расходим Под прицельные залпы на ветру. И лжи, мы уходим, 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 Прощайте горы, вам видней, Кем были мы в краю далёком. В чем наша боль и наша слава, Чем ты, великая держава, И скупишь слёзы матерей. До свидания, Ауган, этот призрачный мир Не пристал добру вспоминать тебя вроде, Но о чём-то грустит боевой командир, Мы уходим, уходим, уходим. Прощайте горы, вам видней, Что мы имели, что отдали, Надежды наши и печали, Как уживутся среди людей. Вдруг спиртовую дозу Девина твоих Столько нас уцелет В лихом разведзводе. Третий доз, даже ветер На склонах затих, Мы уходим, уходим, уходим. Прощайте горы, вам видней, Какую цену здесь платили, Врага какого не добили, Каких оставили друзей. Биографии наши полдюжины строк Социологи втиснут, Сейчас они в моде. Только разве под властью науки Восток Мы уходим, уходим, уходим. Прощайте горы, вам видней, Кем были мы в краю далеком, Пускай не судит одна Бога Нас в кабинетной кромоте. Пускай не судит одна Бога Нас в кабинетной кромоте. Восток поведущий мир. Ни путем, ни заметки. Что расскажешь о Востоке? Непривычная страна. Там совсем другие боги, Не другие имена. Там горянки величавые И пугливые, как стрижи. Но глаза глядят руками Через сетку баранжи. То оазисы, то горы, То пустыни Регистан, Пчатся бронетранспортеры Из Кабула в Чакчаран. Там одна сплошная суша, Не бывает жарче сушь, Но с вершины индукуши Виден только индукуши. Там народ неторопливый, Почитающий Коран, Где написано красиво О законах мусульман. Там землей латают крыши, Там стреляют по ночам, Там предложат вам гашиша Предприимчивый бочан. Там поклонники Хаяма, Знатоки Фердуси, Но тонкости Хаслама, Спорить Боже упаси, Вас разбудит на рассвете Вопиющий с неба глаз. Тумбула зовет к мечети Делать утренний намаз. Там экзотики навалом Экзотичней найди, Там стреляют издувалы Вдоль колонного пути. Так что расскажешь о Востоке, Непривычная страна, Там совсем другие боги И другие реки. А ведь хотел закончить войну. Не получается. И пошел уже про этих пугливых, как стреляют. Так. Закончился четвертый каскад, закончился. С нами и закончился, начался и закончился. Вот. Вот совпадение. Мы приземлились в ночь. И ехали долго куда-то. В Шереметьево. И первого апреля 83-го года остановились, И третье ждали, пока нас пропустят таможен. Так что 1 апреля. И можно было не поверить, что мы дома. Ну не важно. Тут день, или там поверить, день дурака, это называется. Неважно. Мы были счастливы до безмерной. Там колонна три часа стояла. Нас объект ждала. Не пропускали. Пограничники цело кружились автоматами. У нас женщины были. Сели из посольства интерпрессного. А куда там? Нет, до ближайших кустов. Ну понимаете. Километр. Но колеса большие, слава. Салты развернули с бедой колесам. И продолжалось это безобразие таможни. Пока он не очнулся, наш наверху лежал из Кабула. Один из командеров сказал. Да ему это солдат ко мне. Что мы делаем? Пограничники. Кто? Кто нас не пускает? Ящики все заколоченные. Вот такие. Сказал этого. Разбирая оружие, будем брать Шереметьеву. Попросили подождать. Побежали докладывать. Нам этот черт. Ну вот. Значит. А как все это происходило? Прощание с Фейзобатом всем же самым. Все. Земля качается, качается, качается. И вертолеты набирают высоту. И мы прощаемся, прощаемся, прощаемся. И Фейзобат уже теряется внизу. И мы прощаемся, прощаемся, прощаемся. И Фейзобат уже теряется внизу. И столько было, столько было нами пройдено. И столько было здесь изведано тревог. А впереди у нас Кабул и дальше Родина, И перекрестки незведанных дорог. Здесь только было боевых друзей и товарищей. Мы с ними хлеб и соль делили пополам. Мы с ними шли через засады и пожарища. И пыли латали и бродили по горам. Мы вместе шли через засады и пожарища. И пыли латали и бродили по горам. И мы не встретились в Европе и в Австралии. Мы снова мысленно глянемся назад. Когда на карте на восточном полушарии Отыщем маленький кружочек Фейзобат. Когда на карте на восточном полушарии Отыщем маленький кружочек Фейзобат. Земля качается, качается, качается. И самолет уже сбежает высоту. И все качается, когда-нибудь качается. И шеревиатива раскинулась внизу. И все качается, когда-нибудь качается. И шеревиатива раскинулась внизу. На самом деле война не кончилась в 89-м году. Кончился четвертый каскад, в котором зашили поют посвящение. Это было 20 лет. Четвертому отряду каскад. Мы его отпразднули, я в интернете написал. Последний каскадер называется. Все наши налеты в Уганистан называли залетами. Вот каскадер четвертого залета, самого большого. Полторы тысячи только пограничников. Потом нас хотели. Индира Ганги запросила. Потом ребята из другого отдела того же самого ПГУ. Решили, что мы на Музабик должны ехать. Они должны Индира Ганги на северную провинцию. Но Индира Ганги вскоре убили. Сыны убили. Водители убили. И с Пенджапой Кашмир так и остается. А мы без дела сели. Ну а тогда... А ведь с 79-го, с 79-го года каскадер наши сидели там с апреля. Ну песня называется «Последний каскадер». Вот и все. Окончена работа И идет среди афганских гор Каскадер четвертого залета И последний самый каскадер. Без брони идет без автомата Весь багаж, рюкзак и чемодан. Парень из четвертого каскада Покидает мартовский афган. Парень из последнего каскада Потеря покидает мартовский афган. По Кабульскому аэродрому Он идет не чувствуя весны. За четыре тысячи верст от дома И за двести метров от войны. Он почти утропа оглянется Остановится и на момент. Отчего-то грустно улыбнется И закурит сигарету Кент. Может, нет для радости причины Может, просто до смерти устал. Смотрит он на горные вершины Меж которых жил и воевал. И когда, прервав минуту эту Дружески махнет ему пилот, Он, щелчком отбросив сигарету, Не спеша поднимется на борт. И под... Тогда... И подрёв... И подрёв... Спасибо. Подрёв турбин родного ила, Боевых традиций не забыв, С бортмехаником по кружке шила, Без закуски выпил за отрыв. С бортмехаником по кружке шила, Без закуски выпил за отрыв. И уже под мирный гул моторов По дороге к дому и весне Будет спать и видеть сны которых Никогда не видел на войне. Будут в снах тех Рейды и засады, БТР дрожащий горячо, И блокпост, где все его ребята Живы и не ранены ещё. Будут в снах у каскадёра горы, Весь дым ухайберский кривол. Не будите люди каскадёра, Он свою войну отвоевал. Не будите люди каскадёра, Он свою войну отвоевал. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Список такой, что каждый письмник вяжёл. О, это да. Так, весёлая письма. Значит у нас, мы обносили трёхи советников. Или нет. Крывались по ним. Мы всё равно обрушаем. Понимаешь? Спасибо. Ты кто раз, ты не заканула? Значит поэтому, перечисляю всех, кто там был. С великого множества советника. Я вот... Были партийные, комсомольские, разные были советники. Но наши это были комитет госпозапасы. Потом, как вызывали 20-й контракт, ещё чего. Раньше там были, раньше армии, раньше нас. Были военные советники, которые ещё раньше там были. С 20-го года. 1920-го года. Когда был подписан договор о сотрудничестве с взаимопомощи. Первый признался Афганистан во всём мире. Наш советник был и всегда. Ну а основной слов. Как и мы советники жали. Весёлый народ. Так что, поэтому одну песню я спою так, чтобы настроение поднять. Правильная песня. Звали нас высокоблагородие. Как-никак, а русский офицер. А теперь какая-то пародия. По собачек лечат мужаве. Раньше конь огонь, ремни скрипучие. Раньше сапоги. Раньше сапоги ремни скрипучие. А дальше-то? Конь огонь под бархатным стеклом. А теперь спецовка в лучшем случае. А, да. БТР и сюда. А теперь... Так. Ещё раз. Раньше сапоги ремни скрипучие. Конь огонь под бархатным стеклом. А теперь спецовка в лучшем случае. БТР и все на нём в ротон. Раньше рестораны да шампанское. Вина хоть по вкусу выбирай. А теперь отрава пакистанская. Хочешь пей, а хочешь выливай. А теперь отрава пакистанская. Хочешь пей, а хочешь выливай. Женщин нет, а так одно название. Чеков нет, так отпихнуть ногой. Две собачьи вся моя компания. С ними порычишь и на покой. Две собачьи вся моя компания. С ними порычишь и на покой. Звали нас высокоблагородие. Как-никак русский офицер. А теперь как такая пародия. По собачьи кличут в мушаре. Значит, сказать надо песню. У меня замечательные друзья были оставить советниками. Кобальтосоветники МПД. Игрусоветники. Эти вот те же ветераны. И наши были советники. Значит, они сами себе писали. Но они писали серьёзные песни. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Дорога, дорога, дорога Останется после меня Дорога, дорога, дорога Сто тысяч дорог позади И снова далёко, далёко А что там ещё впереди? Дорога, дорога, дорога А что там ещё впереди? Дорога, дорога, дорога Хочется верить, что афганская война покончена Остаётся, что было после войны Пожалуй, не знаю Иногда мне кажется, что после войны это было хуже гораздо, чем на войне Ну я не знаю, может, головой чего-то у меня случилось Но неважно Значит, я после войны, да Последний завет в 89-м А первый в 82-м А в середине в Соединённых Штатах Америки Ты в 987-й Это вообще другая планета Хотя все похожи на нас Только у них странно повёрнутая соображаловка Нет, ну ей-богу Там Никарагуа была Там наши советики были Никарагуа Это как раз там Даниэль Артегу, по-моему Там всё это В Америке доктор Хайдер Который якобы в Вашингтоне Не нашёл и доктора Хайдера Он там где-то в палатке голодал чего-то Никто не знал американцев Там Никарагуа Ирак И тогда с Ираком путали В общем И что такое для американца Значит Что такое неудачник У нас тут Лузер Лузер А там Ты видишь, что можешь Да? Получить хапнуть миллион Украсть там Не знаю чего Обзавивать Если ты этого не сделал Не пытался Ты лузер Вот такая психология Но есть у них ещё другое Что нам хорошо знать Гимн Соединённых Штатов знают все Не наш подсвечник А вот так А потому что с первого класса Каждый день Правильно Потому что А почему А потому что Если шериф У нас беспредельщики Да? Ну и шериф гордый Его каждый год меняют Здесь на руку Чтобы лазку можно Убрали тут же У нас же вертикаль Никто никого не меняет Нижнего не вытерщат Кирпичи повалятся Поэтому Ну вот короче говоря Мои впечатления А так нормальные люди все Кроме таких же как наши бомжи Опустившие негро лобами Там совершенно пьяные Обкуренные Чёрт чего Меня привезли Только из машины Говорят не открывай Показали город там целый Где-то какой-то Ужасно Правда у нас Я теперь вижу От Кабула И до Вашингтона От Кабула И до Вашингтона От Кабула И до Вашингтона По бродяжниче И до Вашингтона 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 Забыть не могу, как стоять подпирая Небесные своды, горы в белом снегу Как стоять подпирая небесные своды Горы в белом снегу Мы карабкались высь, как на исповедь к Богу Не прощая грехов ни себе, ни врагу И взяли на нас, молчаливо и строго Горы в белом снегу Горы в белом снегу И взяли на нас, молчаливо и строго Горы в белом снегу Горы в белом снегу Этот снег, что веками Лежит на вершинах И не трудно не сыскать Ни проезжих дорог Недоступен мне так И бронемашинам И только стертым подошвам Солдатских сапог Недоступен мне танком И бронемашинам И только стертым подошвам Солдатских сапог И тогда забылали огнем перевалы И от взрывов трещала Броня линников И в жестоких боях Нам земли не хватало В этом мире огня и холодных снегов И в жестоких боях Нам земли не хватало В этом мире огня и холодных снегов Я немало прошел По морям и по суше Но в другую стране На чужом берегу Вспоминал почему-то В dances к racистам Хакхед-ендухуша Горы в белом снегу Горы в белом снегу Вспоминал почему-то Хакхед-ендухуша Горы в белом снегу Горы на белом снегу А в больших городах ищет море людское От потока машин, нескончаемый гол. Но закрою глаза и встают предо мною Горы в белом снегу, горе в белом снегу. Но закрою глаза и встают предо мною Горы в белом снегу, горе в белом снегу. Горы в море небес, невозможное чудо, Будто в пене ворона заверла на бегу. Несquirим лауешьinnen встают предо мною Горы в белом снегу и встают предо мною одному Горы в вере небес, предо мною Горы в белом снегу. И погоду я живу, никогда не забуду... Горы в белом снегу, горе в белом снегу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В НЕССОВЕТСКИЙ АРМИ ИЛИ ВОБЩЕ ЗАЩИТНИК РОДИНЫ А ВОТ МЕ ВОПРОС А ВОТ ТЕ СРАЖАЛСЯ ОФИЦЕР ГРЕДОВЫЕ КТО ЗА РОДИНУ СРАЖАЛСЯ ПЕРВУЮ ВОЙНУ А НИ КТО? ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ ИЛИ БЕЛЫЕ СВОЛОДИСМЕНТЫ НЕТ, ОНИ ЗАЩИТНИКИ НЕТ, ОНИ ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ РОДИНУ Правильно, хотя за веру в царя и отечество Но после расстрела царь с семьи никто не воевал Уже за Родину Сколько было в плену, сколько убил Мы о них не знаем, ничего Знаем Игорь, у меня, дед мой прадед КАК-КИТАН УБИДНИКИ В 1-м году Значит, тогда Вот им, защитник Родины И не важно, как называлась Империя Великая, Советский Союз Но мы живы, благодаря тому, что это тоже Наши отцы и матери, которые воевали в Великой Отечественной Может, если бы кто-то за них Ну, их не было на свете Не пали бы там, в Русиловском прорыве, в Самсоновском прорыве Не знили бы в лагерях австрийских Десятки тысяч Так что я думаю Это гордое имя Родину защищать Помните, как был бывший офицер, бил им Кинофильный офицер Есть такая профессия Родину защищать Он знал, чего защищал В 14-м году, знал, что потом Так что вот Я не могу так просто взять и забыть их У меня не было кадровых офицеров Родину Но если надо было, воевали все Во все войны, которые вела Россия Так что такая Она называется «Исход» Это, ну, вы знаете, эту песню, за которой Малинина со Звездинским судились пять лет Хотя ни тот, ни другой ее не писал Никто не писал Никто никого не выиграл Никто не писал Никто никого не выиграл Хотя это Я свой вариант написал Я свой вариант написал Вот такой Триптих получился Когда-то мы Был театр Арканской песни Мы решили Не попасть им задачу Ухождения по мукам Все Алексея Толстого Все сделать в песне Но потом все дело развалилось На песне остались Сил было немерено Желание Там шесть человек Ничего не получилось Но неважно Я писал Вот так не еду Посвящен не белому Просто Не белому Ничего Русскому офицерству 14-го года Первой мировой 12-го года 1812-го И те, кто сражался уже с 41-м По 45-й и дальше Составили Советскую армию Таких было много Письма Сронова Я пишу вам Имею ли право После наших Случайных встреч За спиной дымит Переправа Что пришлось При отходе Поджечь Не дописим ли Злой круговерти Сумасшедший Всеверной войны Может быть За минуту до смерти Вот у этой Угоревшей Сосны По войне Ни конца И ни край И всевышнему Душу вручить Я четвертую лошадь Меняю Удивляюсь Какая тяжелая Плата С нас берется Великой войной И пылает Пожар Герострада Год 14-й роковой Потом Потом был исход Страж Ледовый Поход Усов Усов Ужасшедший Пожар И Усов Манное утро Расистые Трои Изгой России Облажне Державой Усталые люди Усталые кони Четвертые сутки За нами Погоня Усталые люди Усталые кони Четвертые сутки За нами погоня, сожжённые станицы, единственный дом. За окнами ночи разрывают зорницы и горькою пью. За дубовым столом, кормят Абаленский и поручик Алица. И горькою пью за дубовым столом, кормят Абаленский и поручик Алица. Блестит золотое, шитьёй Абален, в табачном тумане качаются лица. И пьяный поручик, и пьяный корне, и штабс-капитан, что в пути приблудился. И пьяный поручик, и пьяный корне, и штабс-капитан, что случайно прибился. А я вспоминаю рождественский бал. Неужто когда-то мы молоды были, военный оркестр, Только вальсы играл. И медленно-медленно пары кружили, и белые плечи. Танцующих дам, и пламя свечей, отражает паркет. Да было ли это, приснилось ли нам? О чём же ты плачешь, мальчишка-каронет? И последний рассвет. Наступать не спеши. Есть ещё пистолет и осколок души. Снова ливни косые Застучат по земле. Ты прости нас, Россия. Своих целей снова ливни косые Застучат по земле. Ты прости нас, Россия. Своих сыновей. Ух ты, это у нас 51 часть, да? Угу. Вовремя идти. А есть ещё 10 минут? Есть, есть, есть. Нет, есть. Есть, есть. Есть. Парвары? И всё про вторую минуту. О, вот. Да, на самом деле, не забыть, что никакой Второй мировой у нас не было. А была Великая Отечественная, мы победили. А заодно махов и всю Европу к чертям собачьих. Все вот эти Мея, так и Мергеле, и всю эту Шантрапу, Польскую, Австрийскую. Так прокатились, и всё. Теперь они выпендриваются, как мухи. Да, правда. Да, да. Ну, так что... Своих поздоров. А это последний дни, уходящий за рубеж русских воинов. Кстати, фильм «Бег» смотрели, да? Генерал Слудов. Ну, так вот, генерал-то Глудов прообраз, вернее, герой. А это был генерал Слащёв, который несколько месяцев держал переком, и как раз не могли его взять. Более того, когда все ушли за границу, он преподавал в нашей академии потом. В советской же красной академии, а потом его как-то пришли люди и убили его, и его жена ищетла без следа. Ну вот, а это... Погода сегодня не в чёрту для злых и усталых мужчин. Набить бы кому-нибудь можно, да нет подходящих причин. А небо то дождь проливает, то снегом швыряет в лицо. Но так, господа, и бывает, наверное, перед концом. А в памяти спутались горько шрапны в лицейских полях. От Ечкиных быстрые тройки, и дом с мезонином в пелях, И парк, где влюблённые пары скрывались в тенях тополей, Где часто свинал гитарой, гулял, сам пройдет друзей. Какие мы были задиры, как смелые мы были в рычах, Как ловко сидели мундиры на узких мальчишних плечах. А нынешний дьявол и боги не трогнет сражение рукам, Клинок загоняя по стоки ворующие тело врага. А, впрочем, к чему славострой не бедаем мы наперёд? Что будет ещё при Азове и страшный ледовый поход? Не все одолеют дорогу, не всем ломнётся судьба, Не все упокоятся с Богом на сцене жилье. А нынешний погода не к чёрту, Хлодный туман в третий, И тёплая конская моря Касается мокрой щеки. Нас не выгонять никто пока. Ну всё, последний. Последний. Крайний, крайний. Нет, нет, крайний. Нет. Я тогда совершенно мирную вещь сплою. Я родился в 51-м году, как Тагацкая улица, дом 27. Тагацкая улица, дом 27. Не все дома похожи, одни ворота и вот такой колодец. Старые дома доходные были до революции, двухэтажные, деревянненькие. При мне мне лет двенадцать уже было, когда было отопление поставили, батарея, а так дрова, печка и вот. И знаете, что удивительно? Вот я смотрю на Украину, смотрю на нас тут. С чего вдруг? Наверное, пятна на солнце какие-нибудь, радиация, чёрт как сцепит, все сорвались. И чего делят-то? И умирает при этом, ни за что. А тогда, он это, чтобы был тогда, я спою, я помню это, как сегодня. К сожалению, на месте мы его допили, уже много лет стояли, турецкая фирма «Энка» московская. Русский кредит или хренька, где мне кредитов не дают. В состоянии моего предсмертного состояния, как они думают, там уже, как скажут сколько лет, так не-не-не-не, 20,50, не-не-не-не-не-не-не-не. Кому кредит дают, я не знаю. Я туда и не хожу больше, и кредит не верну, и взять. Извините, чёрт, и кредитор в банке нашей и прочее. Никогда-то их обслуживал, по-люблению контрразвездки. Эти банки, воровали, воровали, и всё равно, и не койко, и 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 койко. Но не важно, этот богатский из дом 27, квартира 7, совершенно мирная песня. Здесь стоят когда-то дом, деревянные двухэтажные. И народ жил в доме дом, озорной и бесшабашный. На семь бед один ответ, сообща, беду залечим. Приходящему привет, уходящему до встречи. На семь бед один ответ, сообща, беду залечим. Приходящему привет, уходящему до встречи. Телевизор КВЛ собирал к себе соседей. Четырёх хватало стен, что вывестились все на свете. На дверях засовок нет, приходите скрасить вечер. Приходящему привет, уходящему до встречи. На дверях засовок нет, приходите скрасить вечер. Приходящему привет, уходящему до встречи. Как дела твои сосед, да пожаловаться нечем. Приходящему привет, уходящему до встречи. Участковый старшина. Знал про всех и про любого, и таганская шпанель. Я не верила на слово, а дворовый женсовет. Чем-то смахивал на вечер, приходящему привет. Уходящему до встречи. Наш дворовый женсовет. Чем-то смахивал на вечер новгородской. Уходящему, приходящему привет. Уходящему до встречи. Веселились как могли. На крестинах непременных. Всем дворов справляли дни. Годовщин послевоенных. Так и жили много лет. Все ко всем по-человечи. Приходящему привет, уходящему до встречи. Мы же жили много лет. Все ко всем по-человечи. Приходящему привет, а уходящему до встречи. Спасибо вам большое. Самый светлый праздник всех женщин поздравляем. От нас всех. От мужского. От нас сексуального большинства. А нас действительно меньше, чем женщин. Полтора раза. Мы поздравляем сексуальное большинство с замечательным праздником. 8 марта, первым весенним днем. Здоровья вам, счастья. Вот не знаю, что это такое. Всю жизнь слышал от бабки. Как, что такое? Наверное, вам летят. Большого вам бабьего счастья. Девушки. Старые. Нет, бабкам я про баби говорил. Ну, не важно. Вы лучше знаете, что это такое. Так, чтобы у вас его было много. А самое главное, здоровья, удачи. И до новых встреч. Теперь уже без ноги. Спасибо. Спасибо вам. Большое спасибо вам. Мы вас любим. Мы вас на руках носить... Уже не можем. Не можем. Можем. Можем еще. Старший, товарищ Гадышев, еще можем носить на руках. Будем носить. Да.